Одному из классов школы номер 94 сегодня будет присвоено имя героя. Имя Маркина Дмитрия Евгеньевича. А почему именно его имя? Мы сегодня с вами и узнаем. Здравствуйте, Иван Викторович. Скажите, почему в честь именно этого героя сегодня называют класс в этой школе? Руководство школы вышло на Воронежскую областную организацию «Наше общее дело» о присвоении классу звания имени героя, который сегодня будет озвучен. Мы считаем, что дети должны знать тех людей, которые защищают отецство, защищают их прежде всего. И в будущем на протяжении семи лет, с третьего класса по десятый, они пронесли память, передавали это в дальнейшем. Вот такое у нас мнение. Хотел бы, чтобы сегодня мы услышали здесь и однополчан Дмитрия Евгеньевича, чтобы мы и сами, может быть, что-то сказали здесь и подтвердили свои инициативы и свои устремления. Но, наверное, прежде всего мы сейчас посмотрим небольшой видеоролик, который нас немножко погрузит в те события, о которых речь идет. ПЕСНЯ 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 одно домовладение это когда заранее известно что возможно кто-то там может находиться тот кто в тебя будет стрелять можете себе наверно не можете себе представить какие-то ощущения пойти посмотреть что там творится дмитрий он в эти домовладения породу своей деятельности по своим обязанностям обязан был ходить всегда первым потому что так называемым щитовой на нашем языке на называется мы можем видели да стоит первый человек непробиваемым щитом за ним еще кто-то стоит и потом уже идут все остальные вот дмитрий всегда был первым и в этот раз он уже осмотрел несколько домов все закончилось благополучно никто не был обнаружен ну и казалось бы уже операция должна подходить к концу остался еще один ничем не примечательный не очень большой дом ну и как зачастую бывает то что кажется непривлекательным там и находятся нехорошие и в этот раз оказалось так что в этом доме находилось несколько боевиков вооруженных дмитрий опять же трудно назвать это осмотром скажем так кратковременный штурм в ходе которого проникнув внутрь этого домовладения этого здания дмитрий как первый шел так первым получается получил пулю закрыл собой всех остальных конечно необычно и впервые на таком мероприятии поэтому тоже немножко волнуется извините хоть пенсионер фсб спасибо а именно наверное третьему классу директору школу которые взяли на себя очень серьезную ответственность носить и бороться за имя героя и я думаю что это будет с достоинством они с достоинством мы их увидим к 9 мая и если пригласят то придем также все вместе но дело в том что с коллегами дмитрий маркин у нас связывает давным внешне уже совместные мероприятия спасибо им огромное потому что наше общее дело занимаясь мероприятиями военно-патриотического направления приглашает различные структуры но всегда наибольшее откликается безусловно это коллеги с фсб ну к связи с тем как мы определились я не могу называть сейчас фамилии имена да от нашего дела мы приготовили просто каждому диплом который появился там где ему нужно в сейфе или в своих кабинетах но в связи с тем что у них предстоит очередная командировка пожелать всем удачи чтобы было без потери без ранений без всего и чтобы как-то скрасить ваш быт там мы приготовили подарок на это просто два паспорта два полевых телевизор расскажите пожалуйста какое значение это мероприятие имеет лично для вас для вашей части начнем с того что вообще такое мероприятие уже не первое у нас как не прискорбно это говорить не первое в нашем подразделении вообще конечно огромное значение потому что на самом деле военно-патриотический дух который с каждым днем становится все меньше и меньше нашего подрастающего поколения должен расти все таки в конце концов взять на порядке расскажите пожалуйста вот именно об этом человеке о маркине дмитрии может быть с какой-то стороны вы его знаете там еще что-то личные качества характеристики ну во первых очень добрый человек на момент его гибели он был в общем то самый молодой сотрудник нашего подразделения так получилось что да он первый заходил в домовладение в адрес как у нас говорят получил пулю в висок сбоку учился кстати говоря закончил с красным дипломом школу закончил с красным дипломом военное училище служил во внутренних войсках потом прошел отбор довольно сложный попал в наше подразделение говорят да что вот о погибших а тех кого с нами нет либо хорошо либо ничего но о нем даже если бы он был бы жив наверно плохого в принципе ничего не возможно а почему именно эта школа почему именно в этой школе именно в этой школе будет классу присвоенный имя этого героя но вообще с инициативой выступили именно дети дети этого класса поэтому мы не смогли что называется отказать я бы под нами с концовыми тучами стелиться низко туманом нерваный хочется верить что все уже кончено только бы выжил товарищ ему раненый ты потерпи браток не умирай пока будешь ты жить еще долго и счастливым будем насладить твоей матрасой будешь ты в небо идти тише подкрасывать мне как бы и нашему классу он как бы не только первым был в самых стратегиях вот этих вот но и сам бы он везде был первым по спорту по по всему он был первым и он нигде не был вторым расскажите пожалуйста а поподробнее о личных качествах характеристиках маркина дмитрия знаете можно конечно сказать такими скупыми строками как там в личных делах обычно пишут истинный арест характер выдержан и стойки но на самом деле действительно был человек очень спокойный в обычной жизни практически невозможно было вывести из себя ко всему относился как-то по-доброму какие-то проблемы в жизни возникает он с оптимизмом смотрел на окружающий мир вообще в принципе он считал что ничего плохого не происходит что все что делается все к лучшему и причем он считал действительно от души так вот ну и не знаю что такого еще удивительно много вещей удивительных о нем можно рассказывать как и о многих моих сослуживцах но коль скоро речь зашла о Дмитрии вот для меня например было бы большим подвигом вот то что он делал практически каждое утро каждый год круглый год он в любую погоду выходил и ледяной водой из ведра обливался для меня вот это было просто подвиг как это он делает для кого-то может быть там для моржа это обычное дело для меня это например подвиг для кого-то подвиг просто в школу вставать рано утром и идти и учиться получать пятерки для кого-то подвиг идти в дом с боевиками первым вот это подвиг поэтому о его личных качествах могу сказать одно то что он действительно вся его жизнь была шла к тому чтобы совершить этот подвиг случилось так что ему пришлось в очередной раз ходить первым в дом и первым закрыть своих товарищей собой он получил смертельное ранение ранение получили в тот день еще несколько человек двое из нашего подразделения некоторые из приданных подразделений получили ранение но его подвиг заключается в том что он был первым как и всегда не только в учебе даже здесь он был первым он все принял на себя я ребятам уже пожелал чтобы они тоже были первыми я желаю это от души ребят будьте достойны этого человека будьте героями вы будьте первыми в учебе в спорте а мы со щитами вас закроем не волнуйтесь можете не бояться ничего скажи пожалуйста ты знаешь что такое пуля щит война нет ребят спасибо вам за то что вы делаете так что подрастающее поколение не знает что такое такие опасные и очень неприятные вещи как пуля война кровь и так далее это наша работа родину защищать спасибо большое спасибо